Ловим момент! Всем шавуатов! Сегодня хочу рассказать вам небольшую историю. Однажды царь сжаловался над своим заключённым, который был осуждён пожизненно, заключён в тюрьму, и он ему сказал, я тебе дарю любой день, который выберешь, свободы, и ты сможешь делать всё-всё-всё, что ты захочешь, и даже в этот день сможешь выполнять иудейские обряды. Поэтому выбирай день, я тебе разрешу делать всё, что ты захочешь. Подарю тебе свободу на один день. Этот еврей бедный, он долго думал, как, что выбрать, и он написал своему раввину письмо с вопросом, какой день мне выбрать для вот этой вот моей свободы, чтобы выполнить заповедь. Он пишет, мне выбрать Роша Шана, чтобы послушать звук шафара, или мне выбрать праздник Песах, чтобы покушать мацу. Вот, он спросил у своего раввина, какой день ему выбрать, чтобы выполнить какую-то заповедь, жить полной жизнью. На что раввин, он ему сказал, ты не можешь выбирать между заповедями. Выбирай ближайший самый день и живи, как еврей, целый полный день. Ты не можешь думать, а, это заповедь важнее, это менее важное, а, ну, в праздник принято радоваться, да, заповедь радоваться, но это же не так важно, как носить кипу. Нам кажется, мы начинаем там судить, а, эта заповедь такая сильная, ее, наверное, надо выполнить, кашрут, а кипу, наверное, не так важно носить, как соблюдать шаббат, да, и мы начинаем вот выполнять заповеди посредством, как мы думаем, в общем, ставить, что более главное, что более в приоритете. Но в наших пирке вот по учении отцов написано, что мы не можем вот так вот управлять заповедями, какая более важна, какая менее. Мы должны делать, вот, ловить момент. Можешь сейчас что-то сделать? Попробуй. Ждешь повод, чтобы начать, не надо ждать понедельника, не надо ждать шаббата, чтобы его соблюсти, да, надо заранее подготовиться. И пусть у нас с вами будет получаться ловить вот этот момент. Если нам сказали в празднике радоваться, не думать, что, а, ну, это такая легкая заповедь, а действительно пытаться радоваться в этот праздник. Пусть у нас будет получаться ловить момент, жить как евреи полной жизнью, стараться выполнять заповеди с радостью и не выбирать, а, ну, это полегче, это потруднее, а просто делать приятное нашему папе, делать приятное Всевышнему. Он от нас этого ждет. Спасибо. Хорошего всем дня. Продолжение следует...